Здравствуйте! Сегодня мы с вами продолжим знакомство со структурами на языке C++. Повторим, что такое структура, закрепим навыки работы с данной структурой, с типом стракт. Рассмотрим ситуации, когда поля структуры являются сложными типами. Мы знаем, что структура – это множество поименованных элементов в общем случае разных типов. Описывается структура служебным словом стракт, дальше имя структуры и в фигурных стопах мы перечисляем все поля структуры. Вот этот пример. У нас каждое поле является простым типом. Либо это массив, не то что простым, а типом, который предопределен языком. В данном случае у нас массив символов. Это не простой тип, это составной тип. Но чар – это тип, который предопределен все. Это не пользовательский. Имена полей структуры должны различаться. Это мы знаем. Имена элементов разных структур могут совпадать. Элементом структуры может быть другая структура. То есть мы описали структуру ПЭЦ, и эту структуру мы использовали в описании другой структуры БОИ. Вот на этот момент мы сегодня обратим внимание. При инициализации и доступе к полям структуры нужно использовать точечную аннотацию, а при инициализации можно явно задавать, либо вводить через клавиатуру. Вот как я сказала, точечная аннотация, явная инициализация. Мы указываем имя структуры через точку имя поля, равно и значение этого поля. То, что можно из структуры составлять массивы структур, это вы уже знаете. Но посмотрим, что будет или как работать со структурой, у которой поле является массивом. Известная информация о студентах, содержащая фамилию студента, группу, в которой он обучается, и оценки по четырем предметам. Нужно найти средний балл каждого студента и средний балл группы. Итак, мы описываем структуру студент. Мы говорим, что у него есть фамилия у этого студента, есть группа, в которой он учится. Это строковые типы, от строка-то у нас массив символов. Также известны оценки по четырем предметам. Так как предмет не один, а четыре, мы поставили, что это массив целых чисел. И фамилию средний балл каждого студента можно находить динамически, не запоминать, только обрабатывать, а можно сохранить. Чтобы сохранить средний балл каждого студента, нам необходимо этот средний балл описать как поле структуры, поле типа флот. Но в отличие от вот этих трех полей, данное поле мы вводить не будем, а будем его подсчитывать. Имя, группу и оценки по четыре предмета мы введем, а вот средний балл студента мы подсчитаем и сохраним в структуре. Далее мы говорим, что в нашей группе, в нашем массиве, которое называется TI, пять студентов. Каждый из этих пяти студентов относится к типу студент. Значит, каждый из них обладает именем, группой, которая обучается, четырьмя оценками и средним баллом. Вспомогательные переменные, целочисленные. С ними чуть позже сейчас познакомимся. Итак, первый этап – это этап ввода данных. Так как у нас студентов пять, вернусь, так как у нас студентов пять, значит, наш цикл будет от нуля до пяти, пять не включая. Мы вводим имя студента, мы вводим группу, в которой он обучается. Вот тут обратите внимание, введите оценки по предметам, а так как предметов четыре, мы в цикле, внешний цикл, внутренний цикл. Внутренний цикл у нас от нуля до четырех, и мы вводим оценку студента. Студент – к и т, переменная – и ты студент, его оценка – житая. То есть вот тут запись – элемент массива ki, то есть это и ты студент, и его житая оценка – цикл в цикле. Вот таким образом мы ввели информацию о каждом студенте. Теперь мы почитаем средний балл каждого студента. Для этого мы обратно берем цикл от нуля до пяти. Говорим, что средний балл какого-то студента – ноль, пока не знаем. В цикле от нуля до четырех складываем вот в эту переменную k все значения среднего балла и того студента, делим это на пять и записываем в поле средний балл. Вот здесь еще обратите внимание, так как k у нас была интовая, а средний балл – поле типа флот. Нужно явно преобразовать в флот. Так, вот здесь еще разок мы подсчитали средний балл каждого студента и записали в поле средний балл. Дальше для того, чтобы подсчитать средний балл группы, можно теперь сложить средний балл каждого студента. Это у нас уже занесено в массив. И дальше вывести просто средний балл. А чтобы правильно еще подсчитать, нужно было его еще разделить на количество студентов. Здесь будет в общем не средний балл, а общий балл группы. Еще мы сказали, что имя студента и группа, в которой он обучается, это строки. Мы знаем, что при работе со строками, если использовать вот в таком виде строки син, то он возьмет до первого пробела, либо до первого табулятора, до первого пробельного символа. То есть если у нас имя составное, то есть настоящее из двух слов сложное имя, или там фамилия и имя студента, он одну часть возьмет, другую часть он не возьмет. При работе со строками вообще с оператором именно син нужно быть очень аккуратным. Здесь лучше брать дед, либо дец. Вот посмотрим, в случае, если у студента будем вводить не только имя, но и фамилию, фамилия и имя, тогда лучше использовать дец. Вот вводим имя, вводим группу, так как два массива символя. Дальше вводим оценки в цикле. И здесь вот этот оператор Генчат, он как бы явно позволяет выйти из первого прогона цикла, когда мы говорили, с потока считывает информацию с лагиатурой и закидывает в имя, либо в группу. То есть неявно выходит из ввода. Дальше мы обратно возвращаемся к И1 и аналогично вводим для каждого следующего студента. Если мы вот этот оператор пропустим, он у нас в следующий раз при втором прогоне цикла не позволит ввести имя студента, он сразу скажет, введите группу. Вот этот момент попробуйте прогнать самостоятельно, убрав вот этот оператор. Посмотрите, что он вам даст. Здесь, как это будет выглядеть? Например, при вводе имени студента я ввожу фамилия и инициал, или же фамилия и имя. И вот идет правильно со всеми оценками. Потом он мне выводит, что средний балл студентов Алиева, Петрова, Смолкина и Иванова, 4 студента, у них средний балл больше 4, и таких студентов четверо. Средний балл группы 4. Так, здесь средний балл группы 4. Оно не вывело. Значит, я там уже поделила на 4, на качество студента. Также мы сказали, что поле структуры может быть полем. Добавим дату рождения, информацию о дате рождения для каждого студента. Для этого мы структуру ДЭТ должны описать раньше, чем структура студента. То есть структуру, которую мы будем использовать в качестве типа поля, нужно описывать чуть раньше. Мы говорим, что день структура ДЭТ будет состоять из день, а это ИНТВ, и месяц – это ЧАР. Теперь у студента мы добавляем поле БД, БД, и это поле типа ДЭТ. То есть здесь будет содержаться имя и месяц без года рождения. Остальное мы тут не меняли. Обратите внимание, я писала промежуточную переменную ДЭТ типа ДЭТ. Эта перемена мне сейчас нужна. Дальше. Лишь фрагмент программы. Всю программу не стала показывать. Ничего не поменялось. Также вводим имя, также вводим группу. Единственное, добавляем, видите, день рождения. Отдельно вводим число, отдельно вводим месяц. При вводе числа и месяца – это поле, поле. Поэтому мы говорим, для ИТ-го студента в день рождения мы вводим сначала день, двойная точечная нотация. Потом через двойную точечную нотацию вводим месяц. Ну и дальше оценки. Если нам нужно будет найти студента с определенной датой рождения, мы говорим, видите, нужную дату вводим. Вот это промежуточная перемена, которая мне нужна была. Вот я ввожу день и месяц, по которому буду искать студентов. Вот мы, если у этого студента день рождения, день равняется введенному дню, и месяц рождения этого студента равняется введенному месяцу, тогда я говорю вывести имя. На самом деле в ответе ничего не выведется, даже если такие данные введу, потому что здесь у меня идет тип строка. Вот на вот это еще разок обратите внимание. А при работе со строками вы не можете напрямую сравнивать две строки. Оно даст пусто, так как указатели будут указывать на разные адреса. Так что нужно сделать? Для того, чтобы исправить эту ситуацию, мы либо используем функции и методы работы со строками, как на прошлом занятии, либо же мы переводим вместо чары месяц как интовый, от 1 до 12, например. Как работать, как удобнее, зависит от формулировки задания и от ваших предпочтений. Здесь, вот при таком описании структуры date, тоже сравнение, но он даст ответ. И вот здесь у нас, видите, нужную дату 30 ноября. Он говорит, у двух студентов, Алиева и у Аллы, но день рождения в этот день. Итак, мы сегодня еще разок повторили, закрепили работу со структурами в языке C++. Обратили внимание на работу со структурами, поля которых являются составными типами, то есть массив, или же поле структуры является само структурой. У вас на экране вопрос, на который вы должны уметь ответить, и задача, которую вы должны решить. Вот в рассмотренной задаче о студентах нужно найти количество и фамилии студентов, средний балл которых выше среднего балла группы. На этом наше сегодняшнее занятие завершено. Закрепим тему на практических занятиях.